Я представляю компанию MetaHouse, мы занимаемся мониторингом конкурентов, но я буду рассказывать меньше о себе, больше о том, с чем вы можете столкнуться, когда займетесь мониторингом. Мы больше всего работаем на рынке e-commerce, то есть это либо интернет-магазины крупные, либо вендоры, которые активно торгуют в интернете. Но, как показывает практика, мы сейчас выходим и в оффлайн, проблемы, возникающие при активном большом мониторинге, а он нужен многим, они часто бывают одни и те же. Конечно, я буду рассказывать на основе онлайн-мониторинга, но, в принципе, такая же примерная история происходит практически везде. Если говорить об онлайне, то нужно понимать, что сейчас активный массовый мониторинг практически мастхед. То есть все крупные магазины уже занимаются тем, что мониторинг. То есть если у вас есть какой-нибудь интернет-ритейлер, то знайте, скорее всего, вас уже мониторинг, и не один, скорее всего, конкурент, а многие. При всем при этом уже существует нормальная автонтизированная система, например, наша MetaCommerce, которая позволяет это делать относительно недорого и в огромных объемах, с минимальной какой-то ошибкой. Ну, я, наверное, тут некоторый момент пропускать, поскольку мы тут все уже сильно выбились из графика, я думаю, все подустали. Но если у кого-то будут вопросы, потом запишите, там, может быть, а что-то из написано на слайдах, не прокомментирую. Значит, чаще всего в интернете сейчас вот такая ситуация уже, да, что все конкуренты знают о вас все. Почти все друг за другом мониторят, и чем более активно становится конкуренция, тем сильнее этот тренд. То есть я могу сказать так, что, например, на рынке электроники и бытовой техники наиболее, наверное, конкурентно, сейчас уже тренд такой, что в России компании следят друг за другом, ну, то есть обновляют информацию друг о друге о ценах, наличии, ассортименте товаров, каждые, ну, не знаю, там, 3-4 часа. Это норма. И она, скорее всего, будет еще усиливаться. То есть Amazon, в общем, говорят, где-то каждые 15 минут может отсмотреть рынок. При всем при этом, то есть это влечет с собой следующую историю, что, скорее всего, мониторингом придет заняться любой компанией, которая есть на рынке, особенно если вы идете в интернет, особенно если вы идете туда, где есть, там, достаточно активные, сильные конкуренты. При этом возникает достаточно большой объем различных подводных камней, которые, в общем, на старте особенно не видны и не учитываются, и в итоге это приводит к тому, что, там, ну, сложно прям бюджет согласовывать или еще какие-то возникают вопросы при реализации этого проекта. Первое и самое, наверное, ну, одно из самых важных, это то, что очень часто недооцениваются объемы мониторинга. Если говорить об онлальном мониторинге, то чаще всего мониторинг онлайновый, ну, то есть его объем, упирается в несколько параметров. Это количество сайтов, с которых собирается информация, количество товаров, если мы говорим о товарном мониторинге, по которым собирается информация, и региональная разбивка, если вы наработаете в нескольких регионах. Или, ну, еще частота, конечно, обновления. Чаще всего это компания Доктуода, и у меня тут два с половиной, там, заметно конкурента, там, сто товаров, которые у меня наиболее популярны чаще всего покупаются, и, там, мне достаточно раз в неделю на них посмотреть. Как показывает практика, практически всегда вот такая первичная заниженная оценка оказывается неверной. Чаще всего объема намного больше, то есть и ассортимент нужно мониторить не только тот, который, там, сто товаров, которые наиболее реперные, да, там, а надо заметно его процент, там, за исключением, может быть, каких-то мелких товаров. И конкурентов оказывается намного больше, вплоть до того, что даже крупные компании, там, из-за разряда какой-нибудь Эльдорадо, да, с которыми мы сотрудничаем, они часто на старте не знают своих конкурентов нормально. Почему? Потому что есть ощущение, например, что, там, я не знаю, я Эльдорадо, значит, мой конкурент техносил, мы снимаем видео еще кто-то. Но оказывается, что, например, с кем-то у нас ассортимент вообще не пересекается на торговле разными линейками, да, например, одним брендом, но разными линейками. И, соответственно, это разная товара. И, может быть, к вашему потребителю конкретному, то он не сравнил вас с ними, да, поэтому конкретным товаром и он сравнил с какими другими компаниями, которые вы, может быть, не видите, потому что у них очень низкий ассортимент, но он четко попадает в ваш, да, то есть они торгуют двумя процентами вашего ассортимента, но все их товары попадают к вам, и вам нужно за ним смотреть, потому что клиент, когда ищет этот товар, сравнивает вас с ним. Ну и то же самое и по частоте, поскольку чаще всего выходят на рынок и думают, ну раз в неделю нормально, мы и так цены обновляем раз в неделю, а потом оказывается, что весь рынок обновляет их каждый день. А в большом икоммерсе, например, да, ну там какой-нибудь Ситилинк, например, он называл цифры, что неактуализация цен на один день по какому-то оборачиваемому товару, например, по ноутбукам, приводит к потере в несколько миллионов рублей в день. Это, в принципе, заметные деньги, в общем, для любой практически компании, соответственно, эта вся история с частотой, она часто недооценивается, а на самом деле она очень важна. Вторая большая проблема, которая здесь есть, это слабое использование результатов. Как я говорил, есть системы, которые позволяют хорошо автоматизировать мониторинговую всю эту тему, но часто бывает так, что многие компании ей нормально не пользуются. То есть ее себе представляют вот так, то есть мы сейчас заплатили денег к какому-нибудь медкоммерсу или еще кому-то, получили набор отчетов и будем иногда в них смотреть, когда у нас будет необходимость. Это неправильное использование, особенно в конкурентных историях, особенно связанных с интернетом, потому что данных очень много, конкуренты их используют совсем по-другому. Они используют вот так. Мы получаем кучу данных с огромной частотой обновления. Чтобы вы понимали, мы сейчас обрабатываем порядка 50-60 миллионов товарных записей в день. То есть из этого может какой-нибудь большой, большой игрок какой-нибудь один может получать 10, 15, 20 миллионов товарных записей в день и все их обрабатывать. Чтобы это было эффективно, чтобы это нормально влияло на бизнес и помогало ему. Нужно эти данные транслировать в маркетинг, в ассортиментную политику, в целом образовании понятно и так далее. Все это нужно использовать. И использовать в таких объемах можно только автонтизированно. Соответственно, там целый бизнес-процесс должен быть под это построен. И от этого никуда не деться. Это нормальная ситуация, в которой сейчас весь рынок живет. Если вы этого не делаете, то, скорее всего, вы пригораете. Следующая проблема, которая есть, это фокусировка на сборе. То есть когда компании начинают работу по мониторингу, особенно по товарному мониторингу, все думают, ну, самое сложное это собрать. У нас много сайтов, мы понимаем, что объемы большие, и вот собрать это сложно. Ничего подобного. Это не самое главное. И надо на старте понимать это. Потому что на самом деле сбор информации это относительно простая задача. Намного более сложный. Это в сопоставлении. После того, как мы собрали всю информацию, выясняется, что на каждом из интересующих вас сайтов товарные записи, товары по-разному называются, по-разному структурированы. Нет никаких идентификаторов. Понятное дело, ваши внутренне неудобные вам коды, артикулы или еще что-то никто не использует. Все работают со своими. Соответственно, очень сложная задача это как раз сопоставление. И на тех объемах, которые часто требуются, она очень тяжело автоматизируется. То есть, в принципе, наверное, на данный момент на рынке компания, которая нормально это автоматизирует, только мы. Все остальные это делают в полуручном режиме. Но понятно, что когда это делает специализированная компания, даже если она делает вручную, она делает это эффективнее, чем любой инхаус. Чаще всего. Хотя, в принципе, есть инхаус, но неплохие решения. Ручные. Да, автоматизация вообще на рынке только у нас. И это самая большая сложная история, которую надо всегда иметь в виду. И с ростом объемов мониторинга она очень сильно начинает бить. Например, вот эта вот история, чтобы все понимали, что это не только для интернет-коммерции, да, действительно. Например, очень большая проблема здесь в госзакупках. Есть какая-нибудь там, я не знаю, башнефть, да, которая замечает очень много закупок. У них есть, собственно, какой-то внутренний классификатор с кодами там и так далее. Вот мы хотим там товары Е202, Е203, Е204. Они это выкладывают в закупки. Приходят люди, которые поставляют это, там, Е202, это какой-нибудь стол, стулы там, я не знаю, набор какой-нибудь письменный, да. Приходит компания, у них есть такой стул, у них есть такой стол, у них есть этот письменный набор, но они не знают, что у башнефти это называется Е201, Е202, Е203. И это большая проблема, потому что как только вырастает объем таких транзакций, сразу возникает вопрос, как это все перевязывать. И никто это толком не умеет делать. И классификаторов единых нет. Здесь надо иметь в виду, и скорее всего, как только вы займетесь мониторингом, а большинство компаний, которые так или иначе чем торгуют, им займется, они будут вынуждены просто, вы столкнетесь с этой проблемой. Ее надо заранее уже понимать. И самое главное, да, как бы это уже не техническая история, она, наверное, в большинстве проектов важна, но ее тоже очень часто упускают. Часто в компании нет драйва. То есть компания как-то на уровне генерального директора понимает, да, нам нужен мониторинг, мы хотим мониторить конкурент, мы хотим знать конкурентную ситуацию, как ее использовать в бизнесе. Но нет человека, который был бы за это ответственным внутри бизнеса. Это как, я не знаю, какая-нибудь реклама, например. Все говорят, да, у нас интернет-коммерция, нам нужно давать много рекламы, она должна быть максимально эффективна. Но до того момента, пока не появится внутри компании какой-то человек, который будет за это ответствием, который будет бегать и бить агентство по шапке за то, что они плохо и неэффективно работают, реклама не станет эффективной. Абсолютно такая же история и в мониторинге. Очень часто все думают, о, мы сейчас купим какую-то хорошую систему, нам все настроено, и все будет хорошо. Да, это как-то там, типа, купим принтер, будем пинать всех, чтобы это начали использовать, который не начнет там, отслеживать ошибки, которые часто связаны не с тем, что мы что-то плохо сделали, а с тем, что просто у бизнеса потребности другие. Пока такой человек не появится, скорее всего, ничего работать не будет. И это надо иметь в виду, и всегда на такие большие проекты должны быть ответственны. Ну и, собственно, наверное, завершаем, поскольку я старался вложиться. Поймите, будущее уже наступило. В каких-то отраслях оно уже там наступило сейчас, в каких-то оно наступило даже позавчера. Где-то, может быть, оно наступит завтра, но вот эта история, что конкуренты знают о вас все, где бы вы не были. Вот мы больше работаем в онлайне, но у нас есть, например, оффлайн-проект, там такая же история. Чем дальше же, тем сильнее о вас все знают. И чаще всего многие компании сейчас находятся, особенно небольшие, особенно не очень продвинутые, в такой ситуации, да. Мы куда-то пришли, а там вообще какой-то город, который мы вообще даже не представляем, мы из каменного века пришли в какое-то помещение, где там 22-й век, да, и это очень тяжело. Поймите, это уже будущее наступило сегодня, вы уже в нем живете. Вопрос, как бы, насколько вы быстро это осознаете и насколько быстро вы начнете бороться с теми проблемами, которые я писал для этого. Спасибо большое за внимание, надеюсь, что я был короток и убедителен, готов посмотреть на вопросы. Вопрос простой, мы вот проблемы обозначили, у меня аж прямо вот, ну, ну, все верно, абсолютно да, так и есть, все хорошо. А решайте? Да, конечно. То есть вы решаете проблему МДМ с правочником, да, вот их все вот эту классификацию. Ну, кроме того, что вы внутрь бизнеса должен быть человек, это мы, конечно, за вас не решим, а так да, да, то есть мы всю эту историю делаем. Тогда прямой вопрос, просто ту технологию, которую я раскатываю, это в чистом виде разведка, да, вот этот конкурентный анализ, это в чистом виде разведка, да, просто противник исчитываю. Отсюда вопрос, какое количество параметров вы учитываете при вот этом конкурентном анализе, сколько параметров на вход, и второй, он из него вытекает, какое из них количество, есть ли какие-то, была ссылка на качественные какие-то параметры, да, там сложно уловимые. Вот можете их тоже назвать? Давайте я тогда чуть-чуть углублюсь о том, расскажу о том, чем мы занимаемся. У нас есть два основных направления в бизнесе. Это онлайн-мониторинг, офлайн-мониторинг. Если, в основном, мы торгуем товарным мониторингом, то есть мы собираем информацию о товарах, систематизируем ее и отдаем нашим клиентам. Если говорить об онлайном, ну это, наверное, простая, это офлайн-похожая история, просто источники данных. Мы собираем информацию с сайтов, да, то есть есть какие-нибудь, например, интернет-ритейдеры, которым интересно, что происходит у конкурентов. Мы заходим на сайты конкурентов, собираем всю информацию о товарах, которые у них представлены, цены наличия, ассортимент, там всякие артикулы и так далее. Потом это все сходим, то есть мы собоставляем это вначале с нашим, так называемым, общим каталогом, то есть вот этот единый классификатор всего, с чем мы работаем. Дальше мы это все собоставляем с ассортиментом клиента, чтобы он мог работать в том виде, который удобен ему с его артикулами, чтобы была возможность автоматизации. И отдаем. Соответственно, это после настройки все обновляется какой-то частотой, ну, не знаю, по умолчанию раз в день сейчас, да, но, как я говорил, многие клиенты уже хотят быстрее. То есть у нас сейчас рекорд, одна из компаний каждые три часа обновляет информацию. Вот, дальше это все завязывается, ну, там, не знаю, различными способами, с какими-то внутренними системами, например, с автоматизацией ценообразования. Правда, эта история, конечно, все-таки полная автоматизация, она такая новая, и она более-менее есть только в крупных магазинах, сетках, ну, там, из разряда Азол какой-нибудь, да, Константин Баянень будет сегодня, я надеюсь, может быть, спросить у него, как у них это реализовано, реализованы ли. Вот, ну, и, собственно, компания начинает это использовать. Мы обновляем информацию, поставляем, систематизируем, поставляем клиентам. Вот то, чем мы занимаемся. Ну, и сложность проектов, и стоимость вообще здесь во всем этом завязана на объем мониторинга. Объем мониторинга в нашем случае это несколько параметров. Это количество сайтов, с которых мы собираем информацию, это количество товаров в клиентском ассортименте, с которыми нам приходится все это систематизировать, сопоставлять, количество регионов, если компании нужны отдельные регионы в каждом собирать информацию, то есть нужна какая-то детализация региональная, и частота мониторинга. Вот, собственно, четыре параметра, от которых все это рождет. А рекомендации? Рекомендации сложно дать, потому что все очень сильно разнится. То есть есть компании, есть вендоры, например, да, у вендоров очень небольшой ассортимент, но им нужно в виде максимально широкого рынка с точки зрения количества сайтов. Они хотят каждый отдельный сайт в каждом отдельном регионе видеть, там несколько сот, может быть, даже тысяч компаний. У интернет-магазинов другая ситуация. У них часто большой ассортимент, даже если компания небольшая, да, например, трубшиперы, у них вообще там может десятка тысяч товаров и ассортимента заберяться, а там в автотоварах вообще там десятки миллионов. Но при всем при этом конкуренции у них не очень много чаще всего, ну, по сравнению с лентами, да. То есть если говорить об автотоварах, у них там 20 миллионов товаров, но 4-5 крупных игроков на всю страну, которые чаще всего отслеживаются. Вот, поэтому тут тяжело очень говорить, все зависит от специфики бизнеса. Но в целом крупный бизнес в основном мониторит, ну, вот если брать какие-нибудь там шаркоформатные магазины, там, например, Мельдорадо, это десятки тысяч товаров, то есть это основная часть ассортимента, за исключением, наверное, самых мелких товаров, для которых все-таки разница в цене не столь важна. Да, там, аксессуарик, какая-нибудь диски, книги, это почти никто не мониторит, а он все, что выше, все, что чуть подороже, там, я не знаю, от 500 тысяч рублей в стоимости уже все наготовится. Субтитры создавал DimaTorzok